добрый вечер момент когда выйдет эта передача я уже буду находиться опять на поселении и там буду готовить новые передачи смысл игры сейчас же я нахожусь в москве и решил что эту экстренную передачу обязательно надо выпустить немедленно после целого ряда событий обсуждение которых сущности и привела меня в москву я должен сказать что совсем не так восторженно отношусь к телевидению как это кому-нибудь может показаться и прекрасно осознаю многие недостатки но национальная повестка дня формируется все-таки в основном на телевидении это очень благодарна и тяжелое занятие формировать национальную повестку дня или хотя бы ее сегменты должен все время повторять какие-то слова какие-то такие емкие политические определения которые потом другие начинают воспроизводить уже забывая о том кто когда там что сказал да и не должны они об этом помнить и постепенно постепенно все это входит вот в эту самую национальную повестку дня нужно ли сейчас ее формировать вопрос сложный ее формировать настолько трудно что в каком-то смысле это является сизифовым трудом это все равно что носить воду в решете почему это так я скажу чуть позже но когда нечто острое происходит и ты имеешь возможность это сделать то ты не может не делать соответственно все это время я занимался вот этим занятием в том виде в каком она возможно и к передачам смысл игры из той серии которую я задумал с подробным обсуждением текстов всего того небессмысленного или показательного что написано за неделю месяц за две недели неважно когда-то было написано уже успели забыть вот это все я могу делать только на поселении я не могу это делать параллельно с многочасовыми это сказать пребываниями на в телестудиях а иногда ведь это действительно длится по много часов данная передача является промежуточной я считаю нужным немедленно по горячим следам обсудить никакой цепь простейших событий которые случились которые очевидны и которые к сожалению очень мало обсуждают есть ли я при этом обсуждении буду выводить что-то контекст и обсуждать какие-то понятия напрямую как бы с этим не связанные то я делаю это потому что увы или к счастью все в мире взаимозвязано нету обозобленных событий которые не вступают связь с другими событиями и зачастую это надо всегда проверять некоторые связи носят далеко не случайный характер вот мне например до сих пор не ясно случайная ли является связь между событиями на ближнем востоке порождающими большими волны беженцев и и реакции европы на этих беженцев вот те кто создают события на ближнем востоке они планируют в том числе эти волны беженцев и реакцию европы или нет в огороде музиная киеве дядька и только жизнь связывает это между собой или проективное мышление все таки связывает между собой рождение вот этих вот больших масс беженцев их неизбежное движение в европу и политические трансформации европы мне кажется и я могу здесь сказать только кажется что это проективный процесс то есть что те кто создают это гигантское количество беженцев так сказать которая неизбежно движется в европу может быть для того и создают процессы на ближнем востоке существенной степени чтобы трансформировать европу что европа это кастрюлька в которой там лежат всякие там овощи мясо и все прочее а нужна комфорка чтобы на ней изготовить суп и что без комфорки суп не заготовишь поэтому включают комфорку то бишь вот этих беженцев и все что происходит а ведь беженцы сами по себе не появится нужно включить большой процесс чтобы они прием значит это все начинает комфорка горит на нее ставят европейскую кастрюлю с этим самым овощами там мясом и всем остальным и в результате возникает некий суп вот у меня возникает такой образ процесса что это готовят суп они отдельно зажигают комфорку отдельно там режут овощи и кладут мясо и наливают воду в кастрюльку утверждать я этого не могу я десять раз буду проверять справедливость этой достаточно простой и одновременно достаточно эксцентричной гипотезы но у меня все более складывается внутреннее ощущение что я прав кстати по поводу этого всего я вспоминаю одну вполне публичную историю я могу ее рассказать которая случилась уже после распада ссср но прямо по горячим следам распада где-нибудь я не знаю самом начале 92 года мне так кажется я по времени кто-то меня пригласил на какое-то публичное мероприятие проводимые фондом горбачева и возглавляемая тогда горбачева а я умел особо злить михао сергеевичу он заводился когда я начинал организовывать соответствующие импульсы ему адресованы когда еще сказать не могу проще а вот именно организовывать некие импульсы месседжи в сущности ему адресованы я построил свое выступление именно таким способом михао сергеевич сильно разозлился в таком случае покрывался даже пятнами и сказал что умный ты человек сергей ирландович и даже что-то понимаешь происходящего но когда ты еще был младшим новичным сотрудником и ковырялся там свои геофизики я уже побывал в одном из главных городов европы где меня принимали 22 очень могущественных и очень умных человека и они мне сказали михао сергеевич европа мертва и она не оживет пока не закипит русский котел вот я цитирую потому сказать при сколько при этом присутствовал человек 70 и многие из них еще живы они могут подтвердить правоту наверное есть истинограмма я на это ответил хочу они же вам не сказали что именно там должно свариться то в этом котле там борщ то муха или что-то еще там же такое можно тварь его происходить как у макбетовских ведьм которые тоже что-то там варили ну ладно ладно это у тебя ассоциации образа я тебе сказал ты проинформирован что сказала по сути горбачев он сказал что в европе нечто было нарезано россия нужно было как некая комфорта которую надо зажечь и тогда вот сварится новый европейский суп и иначе все будет мертвое все будет там валяться отдельно и ничто не возникнет иначе никакого слова нельзя интерпретировать а за точность передачи слов я отвечаю теперь ближний восток его также мертва и кто-то хочет там сварить что-то как бы включив эту комфорку ближневосточную и иначе создав вот этот самый европейский котел вы тогда вот там чем-нибудь закипит что там должно закипеть каков круг людей которые могут в принципе что-то такое замыслить обладать возможности осуществлять есть ли сейчас на планете люди как неважно злые или добрые герои но герои в данном случае злые безусловно но герои которые могут так мыслить и одновременно обладать какими-то возможностями чтобы это организовать я не знаю и пока я это не пойму до конца я не могу придать своему утверждению иной статус нежный статус гипотеза но мне с каждым днем кажется что эта гипотеза правдоподобно не надо обращаться этим правдоподобием но что-то в этом безусловно есть пересмотреть если это так то давление беженцев на европу неизбежно будет разогревать антимигрантские настроения правильно я еще быть не может если с этим давлением европы не справиться то все центристские и такие умеренно левые партии летят кувырком под откос их программы вызывают только разочарование напротив как бы притягательными становятся программы либо правые либо ультра правые предположим что власть в европе получает эти правые или ультра правые партии правые ладно правые консервативные они умеренные но они тоже проблему не решат и даже не сформулируют никаких ну проектов осуществимых или воспринимаемых населением как осуществимые которые эту проблему рассосут потому что такие проекты достаточно чудовищные умеренные правые они также респектабельные как умеренно левые или центрист значит власти должны начать приходить на условиях этого кризиса повестки дня какие-то совершенно другие силы сначала эти силы могут быть как чуть чуть более левые так и чуть чуть более правые но рано или поздно минуемо окажется что все это расщепляется на так или иначе социалистическую фашистскую дилемму и в этом смысле фашистские тенденции получают естественно некую у них есть фора они оказываются предпочтительно ибо по отношению к мигрантской проблеме ну что скажет социалистическая какая-нибудь даже резко социалистическая там группа ну скажет что все дело в том что буржуазия не способна справиться ситуации поэтому все возникает это все будет правда но кто это услышит что скажет фашисты скажем что чурок надо мочить и что мы готовы это осуществить вот их и поддержат эти полу фашисты четверть фашисты заметьте даже марили пен никак не мне отношу я считаю что это вот пока что все это происходит комфорка еще только включилась огонь слабый там суп трудно разогреваемые и поэтому пока что говорить о чем-то подобном еще не приходится но пройдет время если комфорка быть по-прежнему включена если огонь окажется более мощным воду разогреют то суп сварят это довольно простое занятие когда его сварят какая будет европа все эти разогревания ультра национализмов они же порождают цепь взаимных претензий у каждой из европейских стран есть претензий к соседней и все эти ультра национализм они же не только анти иммигрантские они еще и как-то должны подчеркивать идентичность сильно подчеркивая идентичности адресуя к историческому прошлому невозможно создать это очень рыхлое и ничем не обоснованное европейское единство у него нет корней там нет единого языка на латыни тоже рим что там должно быть корнем корни очень разные значит соответственно всякая операция к этим камням создается натробежные тенденции в этой европе результате либо германия очередной раз поглотит европу либо европа будет развалена когда она будет развалена по отношению к ней будет реализовано то что обычно называется стратегии сдерживания что такое сдерживание это выявление в регионах неких сил растущих которые в принципе при этом росте способны бросить вызов сша вот эти силы надо своевременно подавлять вот что такое в чистом виде концепция сдерживает она была сформулирована каноном его длинной телеграме который я уже обсуждал связи с холодной войной но она существовала и до канона и после него и уверяю вас что россию когда она выделилась из состава ссср и а продолжали сдерживать и и сдерживали в чечне и сдерживали но я добивали до конца потому что в любом своем виде будучи не просто региональной державой слишком здоровенным таким образованием она бросает вызов опомнившись соединенным штатам но прежде всего конечно не бросает вызов европа а также и восточной азии китай прежде всего это тоже вызов эти вызовы нужно найти ответы нужно осуществить то или иное сдерживание значит возможно что весь этот ближневосточный странный котел он и порожден только одним желанием сдержать европу создать еще пару турок уличных проблем при которых она определенным образом трансформироваться а будучи трансформированная она не сможет существовать как сверх региональное образование огромное бросающий вызов сша а в принципе она же могла бы стать таким образованием даже в каком-то смысле обречена была стать им если бы продолжала развиваться и укрепляться может быть это так а может быть те кто это все подогревают и хотят чтобы это некий икс съел всю европу он стал радикально правом и заварилась но вот не что по отношению к чему 1939 1941 год покажутся еще детской забавы я говорил об этом много лет назад и сейчас вижу все больше подтверждений потому что в любом случае я привел этот пример только для того чтобы сказать что такое взаимосвязь факторов что никогда все-таки нельзя увлекаться тем чтобы каждый фактор рассматривать отдельные и уже совсем никак эти взаимосвязи не употреблять я понимаю что их употреблять рискованно что проще всего там так все связать друг с другом чтобы возникли какие-то бредовые конспирологические картины и них бы утонула вся реальность что надо быть близко к факторному анализу но все-таки без системного анализа тоже обойтись нельзя теперь нечто тоже явно имеющее место о чем я много раз говорил и здесь тоже повторю перед тем как обсудить некую конкретику эти странах северной африки и ближнего востока есть националисты и исламисты халифатисты и больше там никого нет там нет мощной либеральной либеральной космополитической либерально такой просвещенной прослойки и и нет это порождено как генезисом этих государств они все недавние образования так и спецификой этих государств они же все части арабского мира там ли части двух халифатов там арабского османского не продукты неких распадов так и тем что это государства которые могут либо признать что они никогда никого не догонят либо начать догонять это называется догоняющая модернизация националисты это те кто а признают светские нации в арабском мире сирийскую египетскую тунисскую и так далее а ведь это большая проблема нащупать там нации их в иране легко нащупать уже в ираке намного труднее а в северной африке тем более лишь националисты пытаются это создать очень часто эти их попытки требуют того чтобы они чуть-чуть адресовывались к исламу но больше всего адресовывались кто исламской древности и тот же ясер арафат пытаясь создать палестинскую нацию совсем проблемное образование уже адресовался к чему проходит празднество где-то выносят балла и арафат там оказывает ему респект а как иначе то как нацию вообще построить ведь нацию очень трудно построить на универсалистской религии все равно нужно понять чем французский католицизм отличает от испанского чтобы воевать а ведь воевала франция испании очень долго понятно что проще всего понять чем протестантизм отличается от католицизма но ведь все эти католицизмы тоже надо было как-то маркировать чем-то германским началом французским началом испанским началом возникали соответствующие священные места соответствующие святы соответствующие апелляции до христианской истории невозможно было без этого обойтись никак и муссолини конструируя как бы итальянскую нацию никак не мог обойтись без рима и римской идентичности но скажут что муссолини там фашист негодяй ну а гарибальди а все остальные они же тоже к чему-то должны были апеллировать значит внутри национализма всегда есть прежде всего просто нагнетание самого вот этого мы сирийцы мы египтяне во вторых есть некое обоснование этого который не может быть взята только из ислама и в третьих конечно есть существенный исламский момент но поскольку это тот момент который должен быть связан с до исламским моментом то это всегда суфи суфи не бояться связать до исламское прошлое с исламом а такой ислам салафитский там фундаменталисты он очень того боится у него все язычество это чудовищная ссору нельзя вспоминать я в одной из своих статей посвященных древней истории говорю что выдающиеся представители ислама обращаясь к обе к этому камню говорит я знаю что ты только камень на тебе молился почему-то пророк и поэтому я тебя уважаю я не должны не знаю что я не должен тебя уважать ну сравните это с тем как исламское государство обещает разрушить эту трудный вопрос очень трудный о корнях можно ли совсем от них оторваться существует ли это чистота универсальной религии но если она и существует то она требует и взыскует и универсального государства каковым для ислама является халифат ислам не может существовать без халифата чистый накаленный фундаменталистский ислам взыскует халифат и я много раз говорю что и ради бога мы не против строите его на здоровье пределах тех исламских государств национальных которые вы хотите объединить это будет такой же объединение как мнение европа она будет гораздо более прочным потому что она будет на этом исламском фундаменте на фундаменте накаленной исламской веры которую мы уважаем но вся беда заключается в том что любое нагревание халифатистского начала никогда не останавливается именно потому что религия бурлит она живая в отличие от христианства и на западе да и не будем преувеличивать то что происходит у нас в этом направлении хотелось бы чтобы страсти духовные было больше и правда ли это чтобы не такие вот все таки чуть-чуть знаковые моменты преобладали а чтобы там действительно жила настоящая страсть так которая наполняла готические соборы в двенадцатом тринадцатом веке от рождества христова не потому этого хочется что хочется войны цивилизации не потому этого хочется что так вот мечтающими на об этой страсти а потому что любая духовная страсть лучше чем это прозябание вот мертвость вот это бесценностность посмотрите низкая каша и так прекрасно могло бы все происходить если бы арабские государства и не только арабские а исламские как бы добровольно в рамках диалога который продел объединенную европу создали бы объединенные неважно арабский объединенный исламский мир так ведь пытались же это много раз делать и гамаль абдельнасар это пытался делать и на других совсем основах это пытались сделать во первых это не получается уже поработала это светское начало не хватает этой универсальной страсти во вторых прошу прощения с универсальными страстями всегда все было в исламе даже в исламе хотя вы с вами с этим лучше чем где бы то ни было все недостаточно хорошо потому что османская империя это османская империя совсем не убить в ней турецкое начало невозможно или тюркская арабский халифат это арабский халифат и тогда все таки все хороши и все правоверные правоверные и всех мы объединяем но арабы чуть-чуть правовернее других дальше два халифата пытаются выяснять какой из них лучше тут на это на все накладывается раскол между суннитными и шиитами в главном шрицком государстве иране безумно крепки и глубоки национальные корни и арсийскому государству много тысячелетий и она несколько древняя мощная культурная и она все время хочет как-то соединить себя с исламом и соединяет почитайте выдающегося исследователя анрика арбена он подробно рассказывает как именно в шиитском суфизме не в суннитском а шиитский востребованы все доисламские персидские варианты ужасно интересная история который мне сейчас тоже не хочется отвлекаться и так никогда это не случалось с одной стороны по названным выше причин а с другой стороны как только об этом начинают говорить так сразу лезут на чужие территории начинают вспоминать что когда-то испания была там же ну конечно же россия и они начинают экспансию на те территории на которых без огромных войн и истребления и всего прочего халифат утвердиться не может они даже не ограничиваются тем чтобы на первом этапе спаять ядро этого халифата и как-то там договориться между собой а потом уже начать экспансию сразу начинают сразу поэтому весь этот халифатизм естественно не может не беспокоить не ислам как великая религия нас беспокоит мы беспредельно уважаем не исламские духовные импульсы как бы построенные во многом на антагонизме западном мире нас беспокоит мы сами построены на этом антагонизме нас беспокоит геополитик беспокой то что христианская страна каковой по сути мы являемся со всеми оговорками при всем уважении к религиям народов и и населяющих тоже не оспаривает что это мир миров сложнейший космос русский с русским тем не менее православным ядром тоже никогда с этим не спорил и не будет спорить это так по факту так вот этот мир миров прошу не путать с миром этот космос он немедленно начинает взрываться от соприкосновения с мощными радикальными халифатистскими волнами возникают далеко идущие разговоры особым любителем которых являются наши теоретики радикального ислама которые говорят что россия всего лишь душа есть дух а дух это ислам он должен починить душу там ну и начинается очень многое с того что угрожает целостности нашей страны и всему остальному нашим ценностям которым я например совершенно светские но я принимаю как сколько они обусловлены православием христианством сколько они являются в этом смысле несовместимыми с тем что дует с юга очень хочется с этим совсем жить в мире не воюя не это сказать конфликтуя а как-то гармонизируя отношения никогда в россии не возникнет ислама фобия просто ислам это мерзость и все прочее все кто будут здесь насаждать враги россии но вот этот радикальный напор он конечно опасен а в каком-то смысле смертельно опасен представлять это так что нету этого набора есть просто некий терроризм конечно можно для политкорректности для всего остального но это же не так мы вновь попадаем в ту же историю которые попадали в 2001 году и в последующие годы когда джордж буш младший ненадолго сказал что он крестоносец и все просто сам испугался этого а в 2003 году когда лиза райс по памяти говорю к что в 2003 так отдала обратный ход что мало никому не показалось с тех пор америка только девочки дает задних конечно же речь идет не только о терроризме речь идет о терроризме который определенным образом идеологически обоснован и терроризм есть средства широко применяемая цель связана с идеологией и отрицать ее я говорю ради политкорректности можно недолго говоря о том что война идет там неважно с салафитами с радикальным исламизмом и так далее буш отпрыгнул сказал террористы только террористы антитеррористическая коллекция сейчас мы повторяем то же самое понятно почему потому что мы обоснованно боимся как огня всякого конфликта цивилизации и любой демонизации ислама великой мировой религии поэтому как бы ходим в сторону названия террорист это нам кажется безопасным и это правильно с точки зрения официоза но данная передача никак не является официоза и я здесь могу назвать вещи своими именами иначе понятно вообще зачем нужны эти передачи значит о другом идет речь и это другое смертельно опасно для тех на чьи территории посягает это другое а это россия это другое смертельно опасно для всех суфиев пытающихся прорастить национальные корни на северном кавказе в средней азии где угодно их просто уничтожает под корень сносились к святыне и растаптывают их к нас это некая сила которая хотела бы для начала уничтожить две трети собственного ислама чтобы потом двигаться дальше она безусловно взращена западом это можно доказать это гомункулы которые вылезают из колб мы знаем эти клубы они подробно описан но никогда еще не возникало такой силы как исламская государь но я не беру эпоху наступления османской империи на австрию россию и арабские наступления на испанию я беру все-таки больше более-менее современные позже за эти столетия никогда этой опасности всякая попытка сопоставить это в один ряд с бен лада на малька и детали просто смешно сирийская армия это худо-бедно 200 250 тысяч людей сколько бы их не убили на данный момент и сколько бы не было дезертиров это никак не меньше двухсот тысяч это хорошая армия не отличная но хорошая никакого сравнения вливия или кто-нибудь даже египет нет это хорошая армия нее а лавицкое ядро лавит это специальный вид шизма такой радикальный обособленные от всего остального там есть и другие слагаемые которые входят в эту армию существует черкесский модуль там и так далее но там есть очень воинственно сплоченное ядро и которая понимает что вот этот радикальный исламизм вылезший из этих колб как гомунку вот он смертельно для них опасен и ими ненавидимы либо они либо этот исламизм они будут сражаться насмерть техники у них очень много по численности армия не самая крупная в мире и не входящие даже в десяток крупнейших армии а вот по технической вооруженной чуть-чуть устаревшая техника но вряд ли мы считаем что у исламского государства техника там вся супер-пупер и что она как бы в этом смысле способна уничтожать технику серить в оборонительных боях преимущество для того чтобы брать позиции должно быть три к одному вы не можете имея такую же армию брать города и вообще так сказать прорывать оборону противника желающего сопротивляться это означает что только на сирийском направлении воюет не меньше ну никак не меньше 400 тысяч человек а есть еще геменское направление и есть еще северная африка это огромная сила и вот эти полукомические сокращение масштабов этой силы выдаваемые за реализм ну они просто непонятно зачем делаются и даже ну как бы когда это делают люди которые хотят чтобы не обратили внимание исламского государства понятно когда делают люди которые хотят чтобы мы обратили внимание то вообще непонятно зачем это делается это вне всякой логики происходит кроме того есть ядро этого исламского государства ядро этой армии это вот конечно иракские военные пришедшие туда это различного рода радикальные террористические структуры которые вместе вот исламистские которые спаиваются но ей же и оболочки у этого ядра она же не существует в голом виде денег много их очень много нефть конечно стоит на месте номер два на первом месте от наркотики и терроризм сам ты как ты кого готовность оказывается разнообразные террористические услуги спонсорская помощь беспощадная новая организация в этой сетевой структуры в любом случае денег особенно после того как попала еще в сферу контроля нефть как грязи как говорят таких суд регион нищий с баламученной диссоциированный на племена группы и все прочее набрать людей да еще под знамя аллаха дав им совсем немного денег вообще проблемы нет за 100 долларов в месяц придут и будут стрелять а стрелять умеют все пушечного мясо всегда огромное количество 20 тысяч долларов в год на 1 20 миллионов на тысячу и сколько на миллиард кроме того ведь не только деньги привлекают энтузиазм все остальное эксперты которым я доверял всю свою жизнь и ни разу не ошибся мне говорят сколько притопова там запада и вообще вот этих всех разных территорий вот умножь на 15 и будет всего сколько есть но притопова то больше 30 тысяч территории уже контролируют как нож масло входят сметая армии регулярные это причем тут бен ладан все понимают что конструировали это американцы все уже называют этот лагерь камбука где это все началось когда-то мы обращали первый раз внимание на эту информацию как не являющиеся нашей эксклюзивной информации просто мы на нее обратили внимание теперь уже все об этом говорят это и называет создание повестки дня и что все понимают что американцы оставляет большое количество оружия все понимают что еще чуть-чуть все это подымется и она положит под себя любую исламистскую радикальную структуру любую нет уже никакого фундаментального противоречия с аль-каиды нет его все потому что аль-каида и когда увидишь что в 10 раз больше сила чем у нее она ляжет под это и будет внутри интриговать они ляжут так рассыпется потому что все радикальные боевики пойдут туда где центр силы какого масштаба мировое явление а на подходе же другие слагаемые это разогревается разогревается она начинает захватывать и захватывать позиции и что а все остальные сидят сложа руки и страсть в них не просыпается 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 и в желтом исламе который самый многочисленный в таком радикальный слом иском варианте она просыпается талибы уже идут вполне на договор значит эта сила которая постепенно собирается собирается и собирается и тут нам говорят ах ох афганистан то все друзья мои все что было сказано про афганистан и что уже стало общим местом сказано было врагами сэр это лживой сказки о том как мы помешали братскому народу нормально жить там уже начинался ровно этот же процесс еще более опасный потому что на первых порах вот этой разгоряченности хамени он готов был дружить с суннитами против коммунистического безбожного режима он подумывал об этом это было недолго но с этого начиналось посмотрите в какое время я многократно об этом говорю все это одновременно вспыхает этой исламистской так сказать страстью пакистан иран и наконец афганистан потому что там уже началась резиня которая могла привести властью только радикально исламе взрыв средней азии был гарантирован на восемьдесят третий год какому-то восемьдесят четвертый максимум одновременный взрыв как бы на западе там польша то все вспомним как синхронизированы были процессы на юге и солидарность означало только одно что мы оказывались растянуты между этими двумя центрами и у нас не такой распад страны как имел место происходил а нечто совсем другое гораздо более кровавые страшно момент когда и тут не надо из песни выкидывать слова когда крючков и он всегда считал этого не санджи крючков своим наиболее крупным делом вот такой развед жизни нашел на джебу и стало ясно что на джебу вас справляется мы решили афганскую пробу мы могли уходить не так как мы уходили а иначе а могли оставаться разговор о том что там мы не решили хоть одну из задач это просто наглая ложь мы решили там все задачи которые были поставлены советская армия справилась с этим неизмеримо лучше чем другие армии мира мы действительно там строили новую жизнь мы могли ее построить большими трудностями для себя тогда и построив ее оперевшись по-настоящему на здоровые силы пуштунском мире прежде всего и в сопряженных мирах джигских и так далее мы могли взять афганистан под свой контроль мягко с дозированным военным присутствием или с постепенным сокращением этого присутствия а такой контроль обезопасил бы нас на очень и очень долго и не нас одних все что в таких случаях нельзя делать это ввести оккупационную армию не имея поддержки населения и барахтаясь вот просто в оккупационизме лишенным всех остальных политических слаганов безопорным в гидропонике в оккупационистской гидропонике вот в ней нельзя барахтать тогда много было сделано это дуга была рассечена в афганистане сменились приоритеты мы наладили достаточно глубокие отношения с ираном последователи хамени не так жестко ориентированы как хамени на раннем этапе у нас действительно возникла дружба с ираном и слава богу это один из решающих геополитических факторов поэтому говорить о том что ахах афганистан этот ужас влезли глупость коммунистическая геронтократия безумие но это просто нечестно эти песни пелись перестройку они остались на слуху в этом живые песни теперь сирия сирия всегда строила с нами доброжелательные отношения но смотрела в сторону запада особенно это касалось отца асада он великолепно держал баланс в интересах сирийского народа ориентируясь и на францию и на англию и естественно с юные штаты и на нас человеком он был мощным никакого однозначного тяготения к россии не испытывающим но готовым строить прочный союз с россией сына своего он направил на запад и сделал все возможное чтобы он превратился в абсолютно западного человека никаких оснований и у американцев уж тем более французов пренебрегать таким фактором как прозападная ориентация асада сына не было зачем они стали с ним разбираться это совершенно отдельный вопрос он не исламист это все понимают он не коммунист да он не русист он очень сложный политик гораздо более мягкий чем его отец не столь точный но в чем-то вполне достойный своего отца который конечно был политиком выдающемуся масштаб выдающим асад и что гораздо важнее а лавиты а также все группы которые к ним примыкают в данном случае находится под давлением невероятно мощной силой но ведь он одновременно абсолютно ненавидим западом это же не может быть случайно что это исламское государство его хочет казнить и что запад говорит раздавим гадину и само это исламское государство было создано западом продолжает им финансироваться американцами в первую очередь война с ним это так сказать такой комический спектакль это вроде как машины скорой помощи идет сама режет сама давит сама помощь подавит создали они это исламское государство не случайно потому что уже давно они заняты только созданиями радикального исламизма я не зря назвал радикальный исламизм врагом исламской веры гомунковом выращенным соответствующих колбах одна из них это если говорить о братьях мусульманах это колба имени уорда кромера который был протектором над зоной советского канала и очень мудро строить их эту фалифатистскую организацию другие колбы имеют других вагнеров не фаустов в данном случае так вот мы все прекрасно понимаем как это конструировано как это используется поэтому разговор о том что Америка воюет с исламским государством это достаточно анекдотичный разговор хочет воевать пусть воюет не будет воевать не будет и тут возникает вопрос почему что же все-таки сказала кандализа райс после того как буш ненадолго заорал что он крузейдер то есть крестоносец что он будет воевать радикальным исламом и говорят что ему за это и папа сильно врезал он время от времени не оказывал на него грубое физическое воздействие не только за алкоголизм но и за другие вещи главное элита сша сказала назад что сказала кандализа райс после этого она сказала что мы радикальнейшим образом меняем всю политику которую проводили предыдущие 60 лет на ближнем востоке все кто 60 лет были нашими друзьями становятся нашими врагами все кто были врагами становятся друзьями . я очень слабо так сказать трансформирую цитату просто говорю по памяти а также чтобы было более емко после этого можно сказать это республиканцы или это отдельная когда лиза райс нас ее называли лиза это ее как бы американцы стюпидики да так она такая чисто американка такая очень хорошая ученица такая отличница в школе на память знала все номера военных заводов ничего не понимал происходящем советском советском ну вот такая ректор стэнфорда нет это не она одна это было повторено всеми ключевыми фигурами администрации обама это очень скоро стало двухпартийным консенсусом все меняем израильтяне похолодели когда это услышали египтяне все прочее можно было сказать что это просто пустые слова но они начали лихорадочно готовятся к этим изменениям и начали осуществлять все эти революции арабские весны они не могли не понимать а что касается меня и моих соратников то мы говорили это в достаточно высоких сферах международных что там есть национализм и исламизм и больше ничего нет и уничтожая национализм активизирует исламизм а также плевенную так сказать всякую хаотическую такую архайку демократия являлась только средством этой активизации глава одной из проблемных стран африканского континента который с трудом удалось навести порядок говорил одному моему хорошему знакомую я потратил несколько десятков лет на то чтобы собрать нацию теперь американцы требуют демократии это значит все снова распадется на 15 племен которые будут враждовать друг с другом так что этот глава данного проблемного африканского государства это все понимал американцы не понимают все все понимают когда было сказано что атакуются силой национального догоняющего модерна другого модерна быть не может догоняющего развития если кому-то не нравится слово модерн было понятно что объявляется война модерну как таковом то есть архитектуре мира основанный на нации национальном суверенитете и национальном государстве и идея развития а также том гуманизме в самых разных вариантов исламском крестьянском языческом и каком угодно существует во всех вариантах не только светском без которого все это вместе невозможно развитие без этого невозможно значит это атакуют это начало повсюду и наплевать им на то в какой степени прозападными являются лидеры ему барк был абсолютно прозападным бандали был абсолютно прозападным когда фист стремительно налаживал отношения с западом каялся за все делал все что запад хочет асад абсолютно прозападным им на это плевать есть еще одна деликатная черта в происходящем но она так сказать все таки но носит скорее так сказать характер неких низменных добавок к чему-то стратегическим конечно же это правда что хусейн дал одному американскому президенту деньги в долг чтобы сына его который в дальнейшем стал президент спасти от некоторых проблем в одном из техасских банков и конечно же все знают что каддафи давал деньги в долг и так далее поэтому когда этим государством дают деньги в долг то их лидером конкретно они потом очень хотят зачистить должников и это такое естественное желание для ковбойской а также других таких грабительских культур но это маленькая конкретная прибавка главному к тому что архитектура мира основанная на национальном государстве национальном суверенитете нации развития гуманизме отменена и об этом говорят настолько ясно что потрясает то что этого не слышит я придумал недееспособность висфальской системы кризис висфальской системы крах висфальской системы это я придумал это не крупнейшие американские так сказать идеологи говорили об этом нет не это я все придумал а что такое висфальская система это система национального государства а кризису в национал стейт это я заговорил об этом да не может быть и все сигналы поданы этот мир не нужен потому что в этом мире соединенные штаты теряют лидерство да и вообще у этого мира много проблем главная проблема заключается в том что тот модерн на котором основан этот мир стареет нет этой культуры этой личности и так далее это устаревает и удерживать его безумно трудно гораздо более важная причина состоит в том что если в рамках этой философии допускающее развитие для всех начнется развитие всего человечества бог с ним всего человечества китая и каждый китайец потребует тоже что имеет американец коттедж две машины там электроэнергию и бензин под это дело и зарплату то мир рухнет а предложить всему миру что-то другое невозможно и американцу уже нельзя не предложить ничего другого а есть еще индия и вьетнам хотя бы и они не должны двигаться по этому пути развития по пути догоняющий на организации который считался основным и по которому шли все поддерживаем и американцами диктаторы плевать они на хотели на то демократичные они или нет это сукин сын у наш сукин сын это все знают почему вдруг такое изменение потому что стратегическом плане в ядре этой элиты которые вообще не прозрачно действительно принято решение о том что эта модель завершена нельзя больше ее использовать и касается конечно прежде всего китай а что можно противопоставить этой модели вот это исламистка безумие выращенные скобы вот оно то все сметет у него то нет идеи развития у него то есть идея регресса архайки средневековья в лучшем случае если эта волна обрушится на все эти мирные очаги где не застой не медленный спад производства его росту на 6 7 процентов на 5 неважно эти очаги будут сметены пакистане не задействован потенциал развития по-настоящему индия это страна с крупнейшим исламским населением слава богу оно существенно суфийское как и в пакистане но это же временные вещи мы же видим как режут этих суфи индонезия на подхвате малайзия на подхвате тогда действительно можно создать архаическую периферию мира все эти волны должны ударить по китаю мы знаем что творят американцы с уйгурской проблем но по китаю это ладно по россии по россии же гораздо проще этим ударить вот масштаб беды масштаб головной боли при этом американцы рассказывают показ картинки как они по кому-то бьют и ничего не делают вообще ничего это все разрастается у них на глазах они ахают лохают и на самом деле внутренне конечно хлопают в ладоши что мы должны в этой ситуации сделать мы должны смотреть кто наши союзники первый наш союзник стандартный к номер один это конечно иран и кому бы это не нравилось да это должно быть так потому что этого требует наши фундаментальные интересы в данном мире кроме того иран смягчается мы все знаем и так далее и тому подобное вся эта ирана фобия известного типа там по поводу атомной бомбы и все прочее да она сродни безумию быстро надо договариваться с ираном принимать его в качестве статуса велико региональные державы и все сделать чтобы он в этом статусе укреплялся безусловных союзников вообще не бывает но это надо поддерживать иран не может договориться с талибами иран не может договориться с исламским государством шрицкий иран не может договориться с этими фанатическими безумствами не может он уже понял что он не возьмет не станет лидером исламского радикализма еще есть какие-то потуги слабые но это все наблюдал с близкого расстояния поверьте никаких для этого оснований нет пока речь идет о том что надо уничтожить там вся низкую чуму все орут в едином восторге как только речь идет о том что придет махди большая часть зала замолкает начинают недовольно рычать все уже понятно иран национальная региональная держава высшего класса иран это вот то что существует шрицкая не случайно шрицкая глубочайше шрицкая исламская держава который есть память о персидской империи все прочее я говорю она укоренена суфийском шиизме так далее тому подобное все это для нас сейчас хорошо если бы иран хотел идти по пути халифатизма и всего прочего он бы поддержал исламское государство они асада а он поддерживает асада в том числе наземными операциями военным значит этот союзник есть хизбалла не должна беспокоить никого включая тех кого она больше всего беспокоит потому что это проблема ливана проблему эту мы решим вместе сейчас вопрос об общем враге и лучше иметь дело с хизбаллой которая получила необходимые очень локальный геополитический сектор и находится под контролем ирана чем иметь дело с исламским государством все мы лучше израилю в том числе гораздо лучше египет все понимает израиль существенной степени понимает и поймет страх сунницких королевств перед шиитским ираном и его экспансии можно погасить проблема турции крайне непроста и все мы понимаем что турецкие войска являются частью так называемого исламского государства все но эксперты это понимают полная очевидность но и эту проблему можно попытаться решить кто не хочет этого и не будет это поддерживать конечно америка все ставки людей которые говорили что наша операция в сирии против исламского государства смягчит наши отношения соединенными штатами были безумными они держались на добросовестном у одних и не добросовестному других заблуждений они связаны с тем что в уши что-то там шепчут какие-то странные эксперты я имею ввиду не главу российского государства по моему таких иллюзий особенно не было а тех кто находится в элите нынешней и кто-то по этому поводу пел очень мощный арии никогда этого не будет наша война с исламским государством это наша война и наших союзник очень скоро к этим союзникам подключится китай обязательно подключится что будет делать индия это вопрос отдельный там сложные достаточно отношения китай подключится потому что ему нужен иран как источник ресурс энергетический по многим другим причин вот это альтернативная коалиция она есть не только коалиция против исламского государства это коалиция стран которые всерьез решили защищать национально государственные суверенитеты нации национальные государства развитие и все прочее иран в числе этих государств я еще раз подчеркиваю что эту архитектуру мира защитить трудно потому что она дряхлеет нету драйва национально буржуазного который был в девятнадцатом столетии нету его он устает этот огонь тухнет а когда он тухнет зажигается просто черная фашистская пламя единственная возможность как я считал и считаю это искать все лучшее в коммунизме резко это развивать выдвигать проект сверх модерна и начинать зажигать другой огонь настоящий молодой но это будущее его за три года не зажжешь значит все что сейчас можно делать это защищать вот эти самые архитектурные основания построены национальное государство национальном суверенитете нации развития гуманизме что и есть модерн неизбежен союз всех кто хочет сверх модерна с модерном против контр модерна и пост модерна я говорил об этом и все это получает сейчас неопровержимое подтверждение еще и еще раз скажу там отрисуюсь к мольеру что господин жордан не знал что он говорит прозой но он говорил прозой если даже кто-то и не знает что он занимается этим то это не значит что он этим не занимается помимо всего прочего это неизбежная миссия консервативного буржуазного национально-государственного сознания и лидеров обладающих этим сознанием это неизбежно нет ничего другого это просто следствие их внутренней логичности извиняюсь больше интеллектуальной свободы чем есть у лидеров запада отсутствие скованности каким-то дурацким штампами политкорректностью которые на западе есть это все кто занимались диалогом западной политологии там или политикой все это понимают и речь путина в этом смысле и была именно этим что мы получили в сирии мы в сирии действительно даем отпор исламскому государству но мы получили сейчас сирию так как мы не получали никогда ни при каком старшим асаде ни при каком асаде 45 лет назад мы не могли получить такую сирию и в этом смысле мы не могли в такой степени получить сирию под себя понимаете мы никому по советском союзе так не имели в такой степени потому что была много векторная политика сейчас эти безумцы все орут зачистить асада защитить сейчас 1 мы его спасаем естественно что асад сам входит в эту коалицию значит у нас появляются такие позиции на средиземном море которых не было никогда те кто говорили давайте сделаем это все сирии для того чтобы типа помириться с американцами это были либо люди с упрощенным сознанием либо люди как бы науськиваемые провокаторами от политологии но все кто говорили давайте укрепим позиции на ближнем востоке с которого мы никогда не уходили уйти не можем на средиземном море вот все были правы мы их укрепили мы в сумасшедшей степени укрепили причем заметьте что все эксцессы на украине начались чего как я утверждал утверждаю буду утверждать все на чего сирии сирии никто не помнит что там уже в авиационные как бы к подразделения нашей их там готовность воевать не дадим бомбить дадим бомбить и так далее и тому подобное вдруг чудак кэри очень сильно связаны с ираном сказал слушайте давайте там если бы химическое оружие он сдал так можно было бы его оставить этого асада там и повременить за это уцепился лавров и все остальные путин взял это в качестве доктрины предложил ее и переиграл обаму и американцы тогда это восприняли как огромное собственное поражение и сказали ничего путин выиграл в сирии теперь мы выиграем на украине ну как вам мы ответили крымом и донбассом и теперь все опять возвращается в сирию это кольцо по которому идет процесс понимаете его невозможно разорвать по результатам второй мировой войны мы что хотели мы хотели базы на в среземном море в ливии мы хотели базы и некие позиции в проливах нам их обещали и не дали мы не можем уйти из ближнего востока не хотим мы перестаем быть державой из него уходим не будем говорить о том как именно это связано с вопросом о ценах на нефть это как бы опять-то низменное что не преобладает в этом деле теперь на повестке дня ставит вопрос ирака ирак понимает что его кидают качестве кровавой жертвы исламскому государству весь ирак который этого не хочет на нашей стороне он понимает что мы что-то можем сделать американцы нет потому что они подыгрывают этому исламскому государству шиитский ирак безусловно просто ждет поддержки ирана китай я повторяю рано или поздно в этот процесс включится идет фактически передел всего ближнего востока это серьезно говорить о том что мы таким способом оперируя играем по маленькой невозможно это большая игра произошла колоссальная эскалация этой большой игры колоссальная теперь украина на украине происходит все то же самое в каком-то смысле как в сирии мы не хотим оккупационистской гидропоники что мы вот туда войдем и там сами за асада начнем работать мы говорим нет пусть работает сирийская армия которую мы укрепим так и на украине мы не хотим работать за донбасс потому что любая такая работа за него вот это оккупационистская гидропоника которые призывали идиоты и провокаторы оборачивается крахом вот тогда то мы влезаем так что уже никогда не вылезем и ничего не получаем на выходе ну оккупировал израиль какие-то территории что он их сейчас отдает у него же лучшие позиции международном сообществе чем у нас кроме того есть одно обстоятельно которым я все время настаиваю есть определенное российское государство определенная российская элита определенное российское общество они чудовищно повреждены я все время хочу сказать об одном из элементов этого повреждения совсем грубо начинаются разговоры где-нибудь в каких-нибудь там семье вот мы там говорит молодежь советский союз это и деточка ты не знаешь что было так страшно мы были так унижены это был такой ужас причем ужас очереди ты не понимаешь что такое эти очереди дефицит очереди дефицит существовали для советского потребителя который хотел югославские плащи или какие-нибудь еще шмотки которые были статусном или тогда ни одного человека который этого не хотел никаких очередей не было ну то есть дальше зададим вопрос даже если они были то они были порождены не советской экономикой а воровством когда вдруг возникли очереди этом пропал табак что это такое было за пропадание табака что фабрики закрыли люди стали срезка больше курить вдруг чем дело понятно что это ушло тоскали на теневой рынок но самое это главное заключается в том что я лучше в очереди поставил и съем свою колбасу они финский сервелат никогда не мог понять годы советского застой почему надо есть финский сервелат и в чем им такого хорошего отвратительного сна колбаса приличные но я лучше поем эту колбасу и вообще все то что существует так сказать в умеренных очередях которые я выстаю никто с голоду не умирал и одену то что есть и буду бороться в конце концов за то чтобы это чуть-чуть получало чем я за это продам советский образ жизни завоевание трудящихся советскую науку советскую культуру и все остальное а такая продажа такой эксченч это эксченч обывателя потребителя это и есть продажа первородства за чечевичную поклепку она произошла из существенной часть сегодняшних завоеваний о том как хорошся был советский союз это потребительские подвывания слабые пока не возникнут рыцари пока эти рыцари не поймут какие же ошибки были советском проекте их не исправят пока не действительно и станут рыцарями и перестанут быть потребителями страна должна жить и неизвестно как долго это продлится эта страна должна жить потому что если она рухнет при всех ее кошмарных несовершенствах и так далее мы новую не построим просто не будет ничего будут маленькие кусочки на территории различных там суверенитетов и будет американский протекторат над всем этим части китайские отчасти американские неважно мы не можем отдать это государство мне она нравится ничуть не больше чем самым яростным его критикам но это не значит мы можем отдать а это государство не выдерживает избыточных нагрузок она не может выдержать ввода войск на украину до днепра меня для этого не армии не драйва ничего для этого нет кроме того повторяюсь осуществив этот ошибочный шаг она бы навсегда погубила все что может быть на украине бы на украине должна быть национально освободительная борьба который заканчивается победой донбасса так как закончилась победой надо сказать борьба северного вьетнама против южного и тут весь вопрос в том если драйв у донбасса и как мы ему помогаем мы должны помогать всем чем можем в рамках международного права мы это и делаем а когда нужны добровольцы или что-то еще мы должны действовать через частные структуры гражданское общество не задевая позиции своего государства и мы можем оказать любую помощь и все это там происходит поэтому когда говорят что что-то там особо слили это тоже полный анекдот если бы что-то было слито хорошенко бы ликовал и немедленно об этом сообщал там шли тяжелейшие в этом париже переговоры многочасовые суть которых заключалась конечно в том что от парашенко хотели чтобы он соблюдал минские соглашения парашенко не хотела мы должны укреплять возможности донбасса мы должны добиваться того чтобы образ жизни на донбассе и потенциал донбасса был убедительным для всей украины мы должны распространять влияние донбасса за его пределы помогать донбассу это распространить донбасс проблемная территория там работать намного труднее чем было работать приднестровью прошло двадцать с лишним по советских лет нет уже того советского драйва это вы советской какой-то профессионализма нет в конце концов и обязательностью службы в армии которая была в советском союзе какую-то армию не создавал ты спрашиваешь кто в каких войсках служил и люди приходят то танкисты и тогда там совершенно другая ситуация разболтанная соединяющая себе героизм очень многое другое и есть это российское государство как говорилось когда-то у меня для вас других писателей нет у меня для вас другого государства нет который как только начинает диалог с территории которой она хочет помочь она там создает то что может как говорил что когда военно-промышленный комплекс создает стиральную машину на немножко напоминает пулемет когда москва помогает создать на территории что-нибудь это что-нибудь очень сильно напоминает понятно что и что дальше в этом живем внутри этого если мы граждане если мы люди которые хотят благо для своего государства они потирают руки по поводу того что это неправедное государство рухнет и якобы что-то будет построена на его месте мы должны радоваться каждому успеху и помогать всему что там состоялось донбасс должен выиграть любые выборы как бы они не производили более того не должно быть возвращение на донбасс тех элит партии регионов и так далее которые сбежали сдав украину бандеровцы если когда-то у украинских олигархов которые были связаны с партии легионов и контролировали донбасс были ужасные охраны в 200-300 людей то теперь есть одна вещь которую мы безусловно сделали на донбассе мы сделали там два корпуса мы это имеется в виду силы добровольческие и силы как бы экспертные а вовсе не какие-то там министерство обороны или кто-то еще мы это российская дипломатическая информационные идеологическая политическая поддержка они военная гидропоника так вот там есть сделаны при нашей очень большой помощи но без всякого нарушения международного права два корпуса по 20 тысяч людей там есть форма порядок идеологическая работа чинопочитание дисциплина это уже армия разговор о том что донбасс должен иметь такую же армию как преднестровье не был разговором пустым он ее получил а то что там исчезли какие-то псевдо харизматики или предателен натянувшие на себя маски харизматиков так слава богу потому что вообще харизматики очень хорошо сочетаются с махновщины и очень плохо с армией и потому что эти харизматики были псевдо харизматиками харизматиками самого дурного разлива поскольку страна пережила вот эту катастрофу чечевичной похлебки то у нее исчезло развлечение четко между благородством и подлостью между подвигом и предательством и только на волне отсутствия этого развлечения некоторые фигуранты там могут считать что они харизматики они предатели и трусы вот это все исчезло заменилось это чем-то гораздо более спокойным менее патетическим и в большей степени хотя и недостаточным еще способным делать дело так давайте поможем чтобы это сумела сделать дело и чтобы не просочилась элита предателей внутрь в целом все равно неизмеримо более благородного хотя и ужасно сложного движения на донбасс россия будет проявлять там гибкость она не сдаст донбасс но она не будет подменять рост самого донбасса патриотический пророссийской военный идиотской гидропоникой это россия это не может сделать потому что у нее нет для этого потенциала но никакая россия не должна этого делать потому что это бессмысленно в этом смысле ничего чудовищного не произошло в париже все разговоры о том что там что-то там слили опять сдали о ее это разговоры в пользу бедных там имеющая место россия ведет гибкую игру было бы это не так вы бы сейчас слышали волну ликований если сумасшедший порошенко цепляясь за власть и понимаю что при этой гибкой игре он проигрывает неизбежно развяжет военную операцию а он сказал об этом у юзера он сказал что мы будем бороться до последней пяти возвращение украинской земли между прочим обратите внимание до последней пять то есть имеется ввиду и крым мы будем воевать до конца то пусть он однозначно он развязывает операцию она кончится таким разгромом каким не кончалось еще ни одна из предшествующих операций а после каждой из них был минск вот тогда будет минск 3 и он подпишет еще больше уступки как почему подписал минске 2 и так будет до того момента когда донбасс и те регионы которые к нему присоединятся не станут мощнее чем загибающаяся гибнущая бандеровская власть так будет до того момента пока не проснется народ и не поймет какую бездну его затащили и вот тогда-то возникнет настоящая победа победа дружественной нам украины которая сокрушит недружественную и процесс будет глубже чем переславской ради ради этого стоит жить и работать понимая все сложности момента понимая все несовершенство существующего государства понимая то что ничем другим ты его не заменишь сейчас понимая что в этом своем виде она может очень по-разному себя вести все это понимая по поводу всего этого страдая но веря то что народ который все-таки не погиб после таких ударов которые были по нему нанесены сбросит морах потребительства вернется к своей человеческой сущности и тогда мы действительно построим новый мир который не будет мира постмодернистка контр модернистского нацизма противном случае человечества ждут страшные времена главное этого не допустить а этого не допустить как мы увидим как мы уже видим может только обновленная россия удастся ли ее обновить в нужной степени это медленный мучительный процесс в котором чувство реальности должно сочетаться с пониманием того что у нас есть идеалы и мы знаем куда мы стремимся мы стремимся к великому российскому будущему до встречи вас